Шкода, шкодная машина и нашкодили. На белом бликует, остальное под лампочкой. Видно плохо, лампа бликует. Залон начинается с двери и пошло-пошло. И молдингу тоже досталось, поцарапало даже до переднего. Да, заломчик есть в начале. Вот оно бликует. Видно при таком освещении. Ну и так далее. В начале двери и на финише. Блик хороший. Сейчас я лампу разверну. Все бы ничего. И доступ есть и все. Но смотри как раз вот в этом месте. Вот так. Там прилеплена типа обешумки. Такой упертой. Через нее будет конечно труднее работать. Посмотрим. Такая вот царапина у нас на двери. От начала и примерно ну сантиметров 45 где-то. По 50. Вот такая умятинка практически на большую часть двери. Все уже отшлифовано, отполировано. Вот так она выглядит в лампочке. Но тут вот рядом еще вторая царапушка. Тут тоже неспокойно. Придется немножечко подпробить. Начинаем работу. Попробуем для начала клеем поднять. Потому что она в общем-то более-менее как бы плавная. И тут если внимательно присмотреться. Она как бы из двух борозд состоит. То есть внутри она не острая. С одной стороны острая. С другой стороны. Как бы два предмета процарапали. Один более остро. Другой более мягко. Вот это видно. Вот. То есть тут царапина двойная. Это фокус не хочет наводиться. Но моментами это видно. Попробуем. Начинаем клеевой. Вот в принципе поднимается потихонечку. Видим, что более глубокая. Здесь уже поменьше. Буду стараться не перетягивать сильно. Потому что крючком тут особо не поработаешь. Под низом обесшумка. Она несколько затрудняет работу. Видно, поднялось. Здесь немножко лишнего. Видно. Потихонечку будем поднимать, поднимать, поднимать. Все получится. Вот так потихонечку. Где-то приходится по два-три раза переклеиваться, разбивать. Но идёт. Вот тут двойной залом получился. Как бы прочерчено чем-то было. Более глубокий. Вот этот уступчик острым крючком плохо получается делать. Поэтому я вот такие уступчики грею феном и выкатываю. Вот таким шариком. Получается довольно таки эффективно. И в принципе более-менее быстро. Там ещё была. Потом я покажу. Изнутри пришлось убирать шовную мастику. Вот где-то с этих пор. Вот. И сюда дальше. Лежит такой матик типа шумоизоляции. Не шумоизоляции. Скорее всего он там находится для придания жёсткости детали. Вот. Ну вот потихонечку уходит. Продолжаем работу. Всё получится. Ну вот. Предварительно. под выправленная деталька. Всё конечно всё очень грустно. Ну и уже такого огромного залома. Который в глаза бросается. Тут нету. Ну а в лампине всё так ровно и красиво. И все. Автофокус пляшет. я показываю дефекты специально чтобы было видно место тени видны все-таки металл не хочет выправляться как же тебя снять свет по-другому настрою это место раз-два камера почему-то не хочет снимать телефон все-таки такие ложбинки все-таки присутствуют да они незначительные на улице их увидеть будет чрезвычайно сложно но тем не менее работы я считаю незаконченной надо доделывать дальше насколько это возможно буду опять прогревать феном простукивать поднимать вот эти складки для непрофессионалов это будет хорошо но поскольку мы еще учимся я за себя говорю надо постараться сделать как можно лучше камера капризничает то берет то не берет вот видны царапушки где-то пики где-то вот вмятинки но там практически вот по этой вмятине она получилась двойная и один край более глубокий который был он как как завальцованный металл чуть ли не под 90 градусов поэтому вот эти вещи довольно сложно распрямлять а на самом деле как бы если посмотреть сейчас я при обычном свете включу то можно сказать что практически ничего не видно если схематично представить это вот это вот как бы угол почти вот такой получился вот такая царапка если представить что вот эта плоскость металла вот мы вот это подняли вот так и вот так здесь вот это место его разворачивать сложно это пробивается поднимается поднимается и вот это место с таким бликом остается и вот заметно естественно что здесь уже у нас вот так оно смотрится таким образом ну ничего будем воевать теперь посмотрим дневном свете на дверь выхватываю камерой вот они блячочки невыровненные металлу там где ровно в лампе видно но так в общем смотря на дверь тем более на белом свете он многое прощает на улице это заметить будет говорится сложновато ничего не будем останавливаться на достигнутом постараемся максимально что у меня получится выправить шагринка довольно интересная в этих местах получается что и по шагрине еще придется дочищать есть работа интересная попалась видны эти нюансики удалось при помощи вот такой лампы снять сейчас я холодное выплачу тёплом должно быть повиднее вот они дефекты еще которые надо особенно вот крупные волнами идут по краю излома вот они волны такие их надо приводить в порядок берется острый крючок и потихонечку 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 это все убирается вот работа доделана теперь будем полироваться что мог то и сделал дальше полировка тут царапинки вот они видны вот они видны вот вот надо чуть-чуть их подгладить вот все вот что осталось ну конечно не отдали слушай а как они вообще узнают как-то так теперь осталось собрать вот оно отверстие которое пришлось засверлить для удобства работы здесь стоит чопик как я уже показывал и рассказываю вот набор заглушек под разные диаметры это важно чтобы работа была культурно аккуратно вот она зона ремонта вот она вот до сюда видно что крючками понатыкано это дело мы сейчас обезжириваем грунтуем сушим грунтуем из баллончика вот таким вот грунточком однокомпонентным потом вот на это место пришлось греть феном удалять из зоны ремонта вот эту вот скажем так обесшумку скорее всего она жесткость придает этот матик вот и сюда наклеиваем ну аналогичную из того что есть тоже обесшумочку чтоб все было как было вот зона ремонта загрунтована сейчас все высохнет и наклеим стпшку так же надо не забывать вот здесь где я сверлил отверстия для работы я не стал трогать штатные вот эти отверстия расширять там или что-то их уродовать пусть они работают в штатном режиме теперь берем мавильчик и с обратной стороны и саму ее надо брызнуть слегка вот он мавильчик у нас вот он мавиль и он очень даже хорошо заберем и снутри проходим вниз двери хуже не будет вот и все даже вот ой ступила чуть вот она двоюродная обесшумочка такая будет дынь 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 автофокус навелся вот она проводочка что-то как-то качество он не фокусируется а вот фокусировался тут вот отдельное видео я сниму по поводу вот этих заклепок может кому-то поможет потому что у нас стал интересный вопрос заклепки есть а клепателя нет а стоит он дорого но это будет отдельное видео сборка продолжает тестовая проверка все работает сборка продолжается в принципе все собрано вот приклепаны динамики раз приклепана вот они заклепочки фирменных мы не нашли но мы двоюродными тоже приклепали все вот так вот дверка у нас выглядит после сборки там где нарушена промовилина загрунтована без шума поставлена продолжаем собирать дальше ну вот что получилось все ровно что собственно и требовалось сделать вот в лоб изображение в общем работа сделана все в порядке всем кто смотрел спасибо ставьте лайки дизлайки кому понравилось не понравилось пишите коменты задавайте вопросы всем удачи спасибо за внимание